С.Петербург, 29 Янв, РИА Новости, Тарас Барабыш. Теннисный турнир УТА стартует в Санкт-Петербурге в понедельник. Матчи 3 международного теннисного турнира УТА премьер СТ. Петербург, Кладиа Стропы пройдут с 29 января по 4 февраля в КСК Сибур-Арена и в ТК Динамо. Призовой фонд турнира составляет более 700 тысяч долларов США. Звездный состав Генеральный директор турнира Александр Медведев перед началом соревнования назвал состав СТ. Петербург, Кладиа Стропы сильнейшим за годы проведения. В субботу стало известно, что финалистка открытого чемпионата Австралии Симона Халеб, которая начинала год в роли первой ракетки мира, не сможет принять участие в петербургском турнире. Виной тому стала травма лодыжки. Поздня пришли сообщения о том, что Халеб попала в больницу из-за обезвоживания, поскольку проводила решающий матч в Мельбурне с Каролин-Возняцкой при экстремально жаркой погоде. Россиянки поведут борьбу за титул. Внимание петербургских болельщиков будет приковано к выступлению россиянок, которые поведут борьбу за титул. Настоящим украшением первого круга станет матч между Екатериной Макаровой и Анастасией Павлюченковой. Елена Веснина в первом матче в Петербурге встретится с двукратной чемпионкой Уимблдона Чешкой Петра Квитовой. Постарается появить себя и показать теннис высокого уровня, вернувшаяся в тур Вера Звонарева, получившая ул-чарт от организаторов. Экс-вторая ракетка мира на старте турнира сыграет с представляющей Нидерланды Кики Бертинс. Касаткина выразила надежду, что сможет показать достойный результат в Петербурге. На открытом чемпионате Австралии она, как и Павлюченкова, добралась только до второго круга. «Надеюсь, что уже здесь работа с моим новым тренером, Филиппом Дехасом, даст свои плоды, и я смогу показать игру, над которой мы сейчас работаем», – сказала Касаткина журналистам. «Россиянка отметила, что готова к игре после перелета из Мельбурна. Акклиматизация – важный фактор, на всех она сказывается по-разному, но играет определенную роль», – сказала Касаткина. Любители тенниса по традиции ждут не только матчи с участием сильнейших действующих спортсменов, но и шоу-матч с участием легенд тенниса. Матч состоится в заключительный день соревнований, 4 февраля. Генеральный директор турнира Александр Медведев заявил, что российские тюнисистки Анастасия Маскина и Елена Дементьева встретятся с Мартиной Хингис и Ким Клейстерс. Точка интереса сторон УТА. Директор турнира УТА Наталья Камильзон отметила, что за два года проведения соревнований в Петербурге у организаторов сложились отношения с женской теннисной ассоциацией, а нестандартный подход к организации соревнований вызвал большой интерес УТА. В этом году к нам приедут председатель совета директоров УТА Стив Сайман, президент УТА Микки Лаулер, вице-президент УТА Катрин Чапета, супервайзиру Та Джулия Орланди, сказала. Субтитры создавал DimaTorzok